Девушки отдыхают Если ты сегодня нормально не заиграешь, я точно с тобой что-нибудь сделаю Твой отец разозлится и захочет подраться уже со мной Таким вот способом меня пытались замотивировать До сих пор помню науку тренера Палмера из Лонг Бич Стейт Мне было, наверное, 13, может быть, 14 лет Это был мой первый год во Франции Мы были в интернате, в котором находилась и школа И проходили занятия по баскетболу Ты не мог выходить оттуда после, наверное, 7 или 8 часов вечера У нас была тяжелая предсезонка, мы упорно работали И в тот субботний день мы захотели купить какой-нибудь вредной еды Но нам нельзя было покидать интернат Мы увидели, как наш тренер направлялся к воротам И он заговорил с нами Эй, ребята, что вы здесь делаете? Мы бы хотели купить себе вкусняшек в городе, сказали мы Окей, залезайте Тренер позвал нас в минивэн И 6-7 ребят спрятались у него в багажнике, чтобы поехать за ворот Он довез нас прямо до места, где мы смогли купить себе все, что хотели Все было здорово Но на следующее утро Я не понял, почему Но нам назначили собрание Там были все Директор Тренеры Так Этот парень, этот, этот и этот хотели купить себе вредной еды А мы сказали Но вы же сами помогли нам выбраться А он ответил Это ваш урок на сегодня В итоге мы должны были бегать, наверное, 2 часа из-за этого Вот, собственно, моя история Так что никогда не верьте тренерам в подобных ситуациях История про тренера Мне было лет 13 или 14 Мой первый и единственный сезон в Тимиряевской спортшколе Был мой первый летний сбор с командой Не помню, в каком городе это было Но, в общем, у меня там был знакомый в этом городе И он, в общем, позвал нас на какую-то, типа, тусовку Вот Но эта тусовка выпадала на, короче, в выходной день Не перед выходным, как было бы удобно для нас, чтобы мы могли выспаться там А прямо перед, по сути, перед тренировочным днем И у нас там было 2 тренировки на следующий день Мы такие, ладно, все равно давай сходим Там ненадолго, все дела Вот А мы также были в закрытой такой территории То есть это был лагерь И, значит, сходили мы на эту тусовку Все было классно Возвращаемся, наверное, часа там 3 ночи, допустим Вот Возвращаемся И, видимо, какая-то вожатая просто проснулась И, в общем, она нас, как бы, заметила И она такая Вот, типа, баскетболисты, идите сюда, быстро В общем, наехала она Но, к нашему счастью, она была молодая И она общалась с нашим тренером Ну, как Наш У нас был главный тренер и был помощник тогда Наверное, он был моего возраста сейчас Там, ему, может, чуть постарше, 23 года там было Вот И, к счастью, она нас, как бы, не сдала Нашему главному тренеру А просто, вот, рассказала ему об этом А он у нас, как бы, вел ОФП Там, вот, физподготовку Ну, вот И он, конечно, нас всех быстро загнал Там, всем подзатыльники раздал Вот Давайте быстро спать Завтра, типа, две тренировки Вот И утренняя тренировка как раз была с ним Вот Ну, и мы, конечно, прочувствовали потом всю боль Вот Но это так было По-доброму Моя история про тренера Который был у меня еще в Нигиле Его имя Фубар Я тогда занимался футболом Как-то шел на матч А тренер проехал мимо меня на своей машине Он подошел ко мне и сказал, что я должен играть в баскетбол На тот момент я не задумывался о том, насколько я высокий И я не интересовался баскетболом Я был футболистом Мне нравилась игра Но тренер подарил мне джерси И когда я ее надел, я почувствовал себя суперменом Я очень обрадовался этому подарку И начал посещать тренировки по баскетболу Вначале мне не очень понравилось из-за основ игры У меня был плохой навык дриблинга Продолжал тренироваться, но тратил час на баскетбол и три часа на футбол в один день Думаю, что все изменилось, когда я поехал в свой первый баскетбольный лагерь Я встретил много высоких детей Думал, что буду самым высоким там Но, к сожалению, это оказалось не так Когда мы наконец начали играть, я влюбился в баскетбол Видел лучшую сторону этой игры Бег, прыжки, состязания Эта мотивация играть в баскетбол завела меня далеко И поэтому, благодаря тяжелому труду, оказался там, где я сейчас Хочу поздравить всех тренеров, которые тренируют нас или тренировали раньше Знаю, что это тяжелая работа, и вы выполняете ее на высоком уровне Она требует много времени и усилий Поздравляю вас, ребята, с Днем тренера Это далеко не простая работа Ребята постепенно растут и становятся мужчинами Поэтому на тренерах лежит большая ответственность за то, что они вкладывают в воспитание своих подопечных Хочу сказать спасибо большое Вижу, что вы делаете для игроков, и мы все хотим сказать спасибо Мы желаем вам всего наилучшего Мы всегда поддержим вас и будем продолжать делать все, чтобы побеждать Поздравляю всех тренеров с праздником И желаю больших карьерных успехов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова